Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Я никогда не скрывал, что отношусь к пародии игроков, которым нравятся небольшие карты, например, в формате 2х. Если карта классная, то мне ее достаточно, чтобы развивать хозяйство. Кому-то и 4х карты малые. Вот для таких любителей трешака в этом обзоре рад представить карту Best End от автора Lewis. Это карта в формате 64х. Да-да, друзья! Вот сейчас мы смотрим на PDA и кажется, что все предприятия в центре карты нагромождены друг на друга. Но надо понимать, что это 64х карты. И поверьте, расстояние между этими предприятиями, оно очень почтенное. Они никак друг от друга не утыкаются. И мы прогуляемся по этим местам, и вы увидите, что действительно расстояние там просто огромное. А уж то, что касается всех полей, то это дичь полная. Итак, друзья, давайте приценимся. Итак, наша стартовая термоса на изи-режиме начинается 20 миллионов всего-то стоит. Всего-то 20 миллионов. Давайте посмотрим на поле по соседству, сколько оно будет стоить. И оно уже стоит 57 миллионов. Да, вот так вот скромненько всего-то ничего. Но это, друзья, не предел для этой карты. Тут расценки, что надо. Давайте вот соседненькое посмотрим. 48-ое поле, 70 миллионов, всего-то 70 лямов. Ну, 81, пожалуйста, 15-ое поле. Или же, например, давайте 24-ое заценим. 105 миллионов, всего-то ничего. Ну, вспоминаем, что карта 64х. Ну, и лес вот этот маленький, который кажется, да, на карте. 97 миллионов. На самом деле лес не маленький. Он просто будет огромен. Мы в конце обзора обязательно на него посмотрим. Лес там просто бескрайний. Для любителей леса Павла так же, как и поля. Безумные для тех, кому нравится просто либо в копе, либо убиваться с кучей техники. Вот это, ребят, карта просто для вас. Она, если говорить об эстетике, абсолютно не стоит ничего. Карта скромная в плане эстетическом. Не ландшафтом, ничем она особенно так и не радует. Но те, кому нужны масштабы, возможности какие-то от карты, то, пожалуйста, вот все есть. Вот мы сейчас находимся у стартового дома. Здесь у нас уже есть птичник. Как видите, здесь и утки, и куры. Здесь, опять же, цыплята, маленькие утята, поросята. Потому что с картой необходимо использовать Animal Production. Такой мод. А также Production Revamp, потому что огромное количество производств здесь нестандартных. Ну, как видите, я уже сказал, анонсировало здесь множество. Вот те, кто любит с маленькими животными работать. То есть маленькие бычки, бараны и барашки, козлы и козлята, цыплятки. Все это, друзья, есть благодаря Animal Production. И уже если на старте мы начинаем в изи-режиме, а тут желательно в изи-режиме начинать, чтобы хоть что-то иметь. Вот дается все, что только вам нужно, друзья. Куча, небольшая кучка производств и куча объектов на ферме. То есть можно работать, ни о чем не заморачиваться. Помимо этого дается куча, друзья, стартовой техники. И техника весьма и весьма непростая. Сейчас вы на все посмотрите. Понятное дело, для такой карты стандартная техника, ну, это издевательство. Потому что поля просто огромные. Надоедает разгружаться. И, конечно, желательно тут с курс-плеем играть, чтобы не заморачиваться лишний раз и просто наимитов использовать. Ну, так вот, что касается техники. Сейчас мы на нее посмотрим. Вот, видите. Это как переделанная стандартная техника, так и немножко добавленная модовая техника. Здесь, что интересно, друзья, это объемы с кем-то работают. Пожалуйста, класс у нас Ягуар. Вот он может накапливать до пяти. Страшно просто сказать миллионов литров сечки. Или вот, пожалуйста, Grim Rexor тоже может запросто 500 кубов накопить продукции корнеплодов. Легко. Ну, потому что, сами понимаете, как тут бесчитерные техники на такой карте. Потому что объемы просто огромные. Надо без конца разгружаться. Ты в одну сторону пока будешь ехать стандартным объемом этого транспортного средства. Тебе просто надоест останавливаться в одну сторону. Ну, хотя бы так. Ну, вот, видите, друзья, также можно раскидываться, пожалуйста, 5000 кубов. Ну, и, соответственно, 5 миллионов литров мы имеем. И вот такие объемы безумные. Они у всех, друзья, абсолютно. Техники, плюс, опять же, техника некоторая поднастроена на культуры. Нестандартные, которые применяются на этой карте. Вот, пожалуйста, здесь и рис, и лаванду можно встретить. Все, что вам захочется. Вот, любители поработать в полях кайфанут. Я, как я уже сказал, карта не представляет абсолютно никакой ценности для эстетов. Нет никаких особенных пейзажев, красоты. Ну, вот, в плане размахнуться в полях, нагромождение производства этого всего навала. Но при этом все это не теснится как-то. Потому что большие, друзья, масштабы полей, территорий, всего предостаточно. Ну, и, как видите, друзья, читерные абсолютно тракторы, которые с движками на тысячу с лишним лошадей. Или, например, вот такой вот ман у нас, опять же, 1240 лошадок. И объем, видели кузова, какой-то далеко за лям. То есть, техника специально подогнана именно под работу именно с такой 64Х-карты. Потому что стандартная техника здесь будет страдать. Ее очень много надо, чтобы эта техника тут работала. Для удобства игроков раскидано здесь много таких подручных объектов. Хранилище, где местами прописано, сколько тут чего и находится. Информационные таблички есть. Сейчас мы видим, например, вот на примере этого, друзья, хранилища. Bell Storage. Смотрим, что у нас тут хранится. Ну, естественно, и силос, и трава, и сено здесь можно хранить. И табличка будет показывать объемы заполнения. Как видите, текстуры самые простые. Как я уже сказал, карта не для эстетов. Здесь все выполнено таким образом. Потому что, сами понимаете, вот эту всю хренатень в формате 64Х надо было сохранить, чтобы это работало. И, разумеется, если использовать все по красоте, то, разумеется, с таким уровнем детализации эта карта бы даже не загружалась. Здесь же вес карты 1.6 гигабайт, друзья. То есть карта прогружается, и она работает хотя бы, слава богу. Потому что, в противном случае, если было все по красоте, триггеры, текстурки классные, то, разумеется, эта карта весила безумное какое-то количество гигабайтов. Она вот даже толком нормально не прогружалась на слабых компьютерах. Здесь же, для счастья, все у нас есть. Как видите, видите, дистанция огромная между объектами. Казалось бы, все рядом, но нет. Приходится побегать. Вот, пожалуйста, свинарничек с маленькими поросятками, как я уже говорил. Тут много таких вещей, потому что Animal Production используется. Здесь куча таких объектов набросано. Пожалуйста, куча свинарников уже у нас в собственности. Пожалуйста, работай, карми хрюшек, получай выгоду какую-то. Ну, тут действительно надо в промышленных масштабах работать, чтобы покупать больше полей. Что касается в целом производственных объектов, то это, по большей части, друзья, знакомые здания. Например, вот это вот здание условного молокозавода, молочной фермы. Оно уже неоднократно встречается на разных картах, включая даже отечественные карты, используется вот эта крутящаяся пачка молочная. В общем, знакомые такие истории. Так что на миллион разных картах можете эти объекты найти, они так или иначе где-то встречаются. Здесь же задача была автора именно дать возможность игрокам безумным, которым нравится просто возиться с кучей всего, дать возможность раскрутиться на больших полях, в масштабном лесу, ну и с кучей производства благодаря продакшену Ревампу. Вот все, что вы хотите, пожалуйста. Можно вот с семенами работать, можно работать со своим огромным шусадом. Здесь просто бесконечно огромный шусад. С теплицами, пожалуйста. Если вам нравится сельское хозяйство, хотите что-то более серьезное, пожалуйста, работайте с чем-то серьезным. Хотите, добывайте там полезные ископаемые, но при этом надо, друзья, понимать, производство здесь требует электроэнергию. Для того, чтобы электроэнергия вырабатывалась, здесь есть как плантация с солнечными батареями, так и ветрогенератор. Они сразу даются в собственности, если вы начинаете в легком режиме. Поэтому у вас есть какая-то возможность как зарабатывать на этом, так и распределять по своим производствам. Вот видите, на старте уже давалось 5 лимонов, чтобы хоть как-то начинать на этой карте работать и покупать производство, потому что без этого он очень туго. Как видите, опять же, место навалом для того, чтобы поезда кругом ходили, не один тут поезд фрусирует. В общем, все необходимое для стабильной, нормальной игры. Единственное, как я уже сказал, карта в целом не радует глаз, пейзажник. Карта ровная, с простейшими текстурками, со стандартными домами. На карте, кстати говоря, надо это упомянуть, есть свой трафик, там встречаются реально существующие, например, грузовики МАК, есть вот такое вот, да. На карте есть что-то такое индивидуальное. Но, тем не менее, карта плоская, и в этом плане тем, кому нравятся пейзажи, не зайдет. Ну и, само собой, не зайдет тем, кому не нравятся огромные карты. В остальном же, вот, как я уже сказал, еще раз повторюсь, функционал карты, те, кому надо вот кучу всего, уклон в сельское хозяйство, но при этом что-то стороннее от сельского хозяйства, пожалуйста, палеты, например, производить. Все вот это есть за счет Production Revamp. Ну, видите, просто куча производств, даже не имеет смысла их посещать, потому что, если вы сталкивались с Production Revamp, то, естественно, знаете, что тут много чего на такой карте можно разместить, честно говоря, пожалуйста, производство топлива. Ну, как видите, опять же, текстурские слабенькие, но, опять же, эту карту надо было как-то собрать, загрузить, чтобы могли играть на этой карте многие игроки, в том числе не на самых сильных компьютерах. Давайте, друзья, вот, переместимся сюда. Это вот для любителей виноградников. Виноградники, разумеется, не маленькие, вот просто бесконечно на огне огромное, хотя по местным меркам этой карты такой себе виноградничек. Вот тут же рядом хранилище у нас находится для винограда, то есть можно прямо здесь урожай хранить до нужного месяца, чтобы по хорошей цене продать. Ну и рядом, друзья, находится огромнейший просто сад. Тут сад, наверное, одна из тех точек, за которые респект и вважуха. Вот смотрите, какие, друзья, тут посадки. Это просто капец. Можно выращивать все, что вам заходится, как фрукты, например, на деревьях, так и овощи. Хотите арбуз вырастить, белокочанную капусту, либо красную капусту, морковочку. Да ты все, что хотите. Вот просто тут все, что позволяет. Production Revamp. Здесь можно выращивать. Плюс, кстати говоря, табак можно также на грядках вырастить. То есть все для вашего удовольствия. Вот такие вот просто нескромные, огромные объекты. Ну, понятное дело, надо немало всего. Вот здесь палеты, удобрения, известь, семена таскать, чтобы все это выросло. Ну, опять же, будете играть, познакомитесь, все увидите сами. В остальном же, друзья, как я уже сказал, карта такая, специфичная. Да, огромная, но вот именно для любителей поиграть на больших полях. Конечно, думается тем, кому нравится именно масштабное сельское хозяйство, все остальные производства не связанные с сельским хозяйством, с пищевой промышленностью не сильно пригодятся. Но вот в остальном же всего тут предостаточно. Все необходимые объекты есть, хранилища и прочее, прочее точки продаж тут хватает. Но надо понимать, что дистанции придется покрывать огромные, поэтому либо на поезде привозить, либо на читерных грузовиках, которые идут в паке с этой картой, чтобы можно было работать с огромными объемами продукции. Потому что вот эти вот, казалось бы, не самые большие квадратики, которые показаны на карте ПДА, на самом деле, это просто огромные паи. Вот сейчас мы, например, в данном случае находимся, если говорить о несовершенном производстве, это как раз с переработкой железной руды на карте. Также, кстати, есть точка, где добывается железная руда, мягко говоря, не самая красочная. Вот мы сейчас в данной случае находимся. Хайнц, это производство майонеза и кетчупа, между прочим, да, и картицы, так что можете, пожалуйста, позаниматься этим объектом. У вас, собственно, производство, добыча железной руды. К сожалению, только заехать и загрузиться, ничего тут сверхъестественного нет, опять же, слабые текстурки. Но, ребят, я не устаю повторять, хотите поиграть на 64Х, надо с чем-то жертвовать, потому что огромная карта, и надо жертвовать качеством объектов каких-то. Потому что, если детализировать все, подавать красивый рельеф, красивые здания, то эта карта будет просто огромнейшая, просто-просто огромнейшая. И в данном случае все сделано, выполнено довольно-таки просто, но все это главное работает, автор постоянно обновляет. В данном случае мы смотрим карту версии 1.004. Кстати говоря, есть и русскоязычная версия этой карты, правда, стартовая версия карты, самая-самая-самая первая. Вы можете, друзья, найти обе эти карты, русскоязычную, обновленную, последнюю, по ссылочке в описании к этому видео. Там на модфарме разберетесь, скачаете то, что вам нужно, и покатайте, если есть такое желание. В остальном же, друзья, не имеет смысла бегать по всей карте и ее показывать, потому что вы принцип поняли. Все, что вам нужно, здесь есть, все это масштабно, местами автор постарался сделать, чтобы это было так или иначе красиво, как эта точка продажи. Ну, в остальном же все вот плоско, не так, чтобы сильно радовало глаз, но главное, что это все работает. Поэтому, друзья, такие вот дела. Хотите, пробуйте, хотите, нет. Это дело исключительно ваше. Ну, и давайте уже на этот лес мы анонсированный посмотрим и будем завершать обзор. Как видите, вроде, знаете, с виду леса ничего нет особенного, ну, мы сейчас благодаря Изи поднимемся над лесом и посмотрите, что лес это просто бесконечный. Кстати, если смотреть между рядами, так, откидывает сознание к фильму Mortal Kombat, когда там один из героев со скорпионом Джинкейда боролся, вот видите, такие ровные рядки елок и сосенок. Так что, тем, кто любит поработать с лесом, не только с сельском хозяйстве, эта карта тоже должна порадовать. Такие вот, друзья, дела. Так что, мазохисты, прошу любить и жаловать, скачивайте, пробуйте и удачи вам на этих полях. Ну, у меня на этом все, друзья. Будьте здоровы, берегите себя, все вам самого-самого, но и лучше, обязательно, мирного, честного неба над головами. Обязательно подписывайтесь на канал Просто Симулятор, как в YouTube, так и в ВКонтакте, в ВК, я много чего интересного кладу, в том числе, постоянно рассказываю про обновление данной карты. Ну, а теперь точно все, друзья. Пока-пока.